РЖД 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 С вами работа открытая. Мы открыты для всех. И все, что мы делаем, мы делаем открыто. Ничего тут никаких. Все решения, какие принимаются, они все публикуются. В интернете. Вся информация есть в компьютере. Личный прием тоже никто не отменял. Раз этого требуют жители, проходить они будут чаще. Прием в администрации минимум раз в неделю. Можно и без предварительной записи. Сергей Геннадьевич, прошу вас, организуйте прием населения. Час вопросов Николай Николаевич замыкает на себя, проводит такие приемы регулярно. Провожу я регулярно. Я постоянно в интернете, постоянно на телефоне, постоянно в кабинете. Те же тяжелые вопросы, которые вы не можете решить. Тогда я уже их беру на себя. Почистить нужно не только улицы. Уборки требуют территорий, школ, садов, медицинских учреждений. Ревутовчан глава города тоже попросила помощи. Прибраться настоятельно рекомендует еще и строителям, и работникам промышленных предприятий. Особенно обратите внимание в промышленную зону. И, естественно, спланируйте работу так, что если кому-то нужна помощь на выходные дни, то я вас попрошу, закажите заранее какую-то необходимую технику. Я говорю, да вообще не ждите субботника. Субботник, я вам скажу, что мы должны делать. Субботник мы должны все красить и делить, и наслаждаться. Субботники в Риотове пройдут традиционно. Перед пасхальными праздниками чистым будет не только четверг на Страстной неделе. Все выходные за две недели до праздников для коммунальщиков будут рабочими. Алексей с друзьями вышел на фотопрогулку. Но не в поисках красивых кадров. Живописные места ребят не интересуют. Да и цели сделать художественное фото нет. Ребята – активисты движения «Красивый Риотов». Снимают исключительно стихийные свалки, поваленные заборы, неблагоустроенные дворы. В нарушении ВИШ отсутствует ограда, и машины паркуются прямо перед домом, прямо на газоне. Надо зафиксировать нарушение вот это вот. Фиксируют и сразу отправляют снимок на сайт красивыйреутов.рф. Этот интернет-ресурс появился недавно. Он в буквальном смысле связывает активистов с властями города. Идея движения проста – рассказать коммунальщикам о недоработках и ускорить процесс изменений. Преображение некрасивых мест в красивые должно произойти за 30 дней. Ровно столько времени дается на исполнение обращения. По закону. У меня знакомы с Петербурга. Они основали проект «Красивый Петербург». Этот проект в течение одного года распространился на многие города России. Ну и мы тоже вдохновились этим проектом и решили в нашем городе устроить такое же движение. То, что в Риотове должно появиться аналогичное движение, решили после одного случая. Как-то раз Алексей чуть не угодил в канализационный люк. И это на одной из центральных улиц города. Начинали создание красивого Риотова ребята вдвоем. А спустя несколько недель к ним подключились совсем незнакомые люди. Мы тоже решили послать свою жалобу на сайт. Предварительно создали там профиль. Отмечаем точный адрес стихийной свалки. Обращение подкрепляем в фото. Сообщение автоматически уходит на почту администрации города. Остается ждать, что коммунальные службы нас услышат. И Риотов станет красивым. ЗАГС Риотова достроит новый инвестор. Прежний с выполнением контракта не справился. На месте существующего здания будет дом детского творчества. Точно такой же появится на юге. Освободилась территория в районе 17-го детского сада. А здесь раньше был маяк. Чтобы получить право на строительство, инвестор уже возвел новое здание фонда соцподдержки. Еще будет расселять один из домов по улице Новогиреевска и пристраивать помещение к 4-й школе. Застройщик этих домов на улице Ленина тоже выполняет несколько инвестиционных обязательств. Снеся вот эти три жилых дома, мы, к тому же, поисками по машиностроению, обязательно запроектировать и построить детский сад на улице Новогиреевской. Вместо сносимых домов 7-го и 9-го, вот эти два дома мы снесем. Расселение уже началось, мы их записали под инвестора, кому какой дом снести. В Риотове уже строят два физкультурных комплекса. Глава города настоятельно посоветовал подумать о месте размещения третьего с хоккейным кортом. А в этой новостройке весь первый этаж отдали под медицинские нужды. В городе создадут сеть клинических учреждений по программе «Семейный доктор». Небольшие клиники появятся и на севере, и на юге. Осталось только решить кадровый вопрос. Для Дарьи Швецовой этот фестиваль уже третий в спортивной карьере. К демонстрационным программам она готовилась отдельно. Спортсменок девочек в этом виде геноборств вообще меньше. Но занимаются они наравне с мальчиками. Потому полученные награды даже ценнее, говорит Даша. Она в Эйкидо уже 10 лет. В итоге третий кью и синий пояс. У нас, получается, в нашей группе цветных поясов девочек мало. Получается, единственная я, у кого синий пояс. А у остальных только желтые пока. И поэтому у них еще опыта немножко мало. Поэтому иногда интересно даже с мальчиками. Приемы без оружия, с деревянными мячами, групповые упражнения. Юные спортсмены показывают, чему научились сами и принимают опыт соседей. Москва, Красногорск, Электросталь, Вантеевка, Мытища. Всего в Риотов приехали 8 команд. Наш город представляют два клуба. Красная Панда и Лагуз. Участие в таких спортивных форумах дает большой толчок в развитии Айкидо. Об этом говорят и организаторы, и тренеры. Мы ездим на всероссийские фестивали. Стараемся участвовать в международных фестивалях и семинарах. То есть мы стараемся держать высокую планку. Тренироваться у лучших мастеров. Японцы, когда приезжают, это высокий уровень. Мы стараемся заниматься у них. Фестиваль организован при поддержке Московской Федерации Айкидо Айкикай. Сегодня эта структура объединяет 20 клубов в городах Подмосковья. Под ее патронажем, восточным единоборствами занимаются более 2000 человек. Но важно не только количество участников, главное духовная составляющая Айкидо. Мы пытаемся воспитывать это в инструкторах, в тренерах, которые преподают от имени Федерации Айкидо Айкикай Московской области. Чтобы все-таки это больше переходило, не боевой аспект выражался в тренировках, а больше духовности, больше воспитывался уважение к своему партнеру. Следующий фестиваль демонстрационных программ пройдет в конце весны. Местом проведения станет один из городов Подмосковья. Это чашечный барометр. По нему мы определяем давление на уровне станции, вводим поправки и приводим к давлению на уровне моря. Вот такими приборами и можно определить давление. Это один из способов в данном случае в кабинете, если прибор на улице, то и там. Барометр – лишь малая часть оборудования гидрометеорологического техникума. Гордость заведения – учебная автоматическая метеостанция. Это автоматическая метеорологическая станция. Здесь находятся датчики температуры и влажности воздуха. На мачете расположена вертушка, которая показывает нам направление скорость ветра. После этого данные передаются на компьютер, который находится на нашей учебной метеорологической станции. Дарья стать метеорологом решила еще в школе. Говорит, всегда тянула на природу. Кроме того, всегда знаешь на неделю вперед, что надеть. Я выбрала эту профессию, потому что мне всегда хотелось понять что-нибудь неизвестное. И я с детства любила экологию и биологию. Поэтому я пришла в московский гидрометеорологический техникум. Правда, большая часть работы метеоролога проходит за компьютером, рассказывает Дарья. Они не прогнозируют погоду, только наблюдают за ней и собирают данные. Вся информация, скорость ветра, температура, влажность воздуха. В виде графиков и таблиц отправляются в Росгидромет. Мы готовим техников-метеорологов. То есть задача наших выпускников – правильно собрать информацию и предоставить ее, соответственно, в Росгидромет. А уже там специалисты-синоптики собирают информацию с метеорологических станций, расшифровывают эту информацию и готовят прогнозы. Пока наблюдать студенты могут за изменениями погоды только в железнодорожном. В планах техникума сделать метеостанцию не только учебной, чтобы вся информация шла непосредственно в Росгидромет. Тогда и в железнодорожном, и в Риотове прогнозы погоды должны стать более точными, пообещали метеорологи. Днем максимальная температура плюс 17, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Вечером температура воздуха составит около 8 градусов тепла. Это данные сайта Яндекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова